Признаки мужчины-нищеброда. Я зарабатываю мало, и в этом виноват президент, родители, начальник. Следи за детьми, будь, пожалуйста, в хорошем настроении, давай мне секс по моему запросу, когда мне хочется, да? А в денюжках мы в лучшем случае 50 на 50. Женщина, которая едет на хорошей машине, красиво, ухоженно улыбается, а содержанка насосала. Какие убеждения у нищеброда? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, и я психолог. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, и обязательно смотрите это видео до конца. Нищеброд, мужчины-нищеброд, нищеброды. И знаете, это слово многие сейчас используют, и не только психологи или коучи. Я это слово раньше чаще использовал, сейчас реже. И было даже нередко некие претензии, что ты Ярослав психолог, и как ты можешь, ну, так обижать людей? Это оскорбительно, да? Поэтому я решил записать это видео для того, чтобы объяснить, что именно я имею в виду, почему я так называю определенный тип мужчин. И также для женщин я тоже дам ряд признаков, по которым вы сможете определить мужчин-нищебродов, зачтиться от них, не тратить на них время, либо же, возможно, понять или осознать, что прямо сейчас вы живете, либо строите отношения, либо замужем, либо еще в каких-то взаимоотношениях с мужчиной-нищебродом. Итак, первое заблуждение про мужчину-нищеброда, что нищеброд – это тот, кто зарабатывает вот столько, а не вот столько, да? Нищеброд – это тот, кто мало зарабатывает. Ну, потому что нищие, да? Корень, корень в этом слове. Но на самом деле деньги вообще здесь ни при чем. Здесь вообще не про количество денег. Потому что если мы возьмем даже мужчин определенных, у которых есть деньги, у которых достаточно денег, которые обеспечены, среди них тоже есть нищеброды. И поэтому нищеброд в первую очередь – это не про количество денег, это про некое мышление. Мышление, а что идет основой мышления? Это убеждение. Вот то, как в чем я убежден, так я и мыслю. Вот нищебродство – это про убеждение и промышление, а не про количество денег. Какие убеждения у нищеброда? И касательно каких вопросов? И знаете, самые острые вопросы, во все времена так было, так есть и так будет, это касается чего? Касательно денег, касательно трудностей, то, как человек относится к трудностям. Как человек относится к более успешным людям, к более богатым людям, к более благополучным людям. И также убеждение касательно чего? Противоположного пола. Касательно женщин. Так вот, давайте приведу пример. Мужчины, который зарабатывает мало, и при этом я не считаю его нищебродом. Давайте представим зарплату 200 долларов. Или же в рублях – это порядка 15 тысяч рублей на момент записывания этого видео. В гривнах – это порядка 5 тысяч гривен. Это же маленькая зарплата, правда же? На эту зарплату вряд ли можно выжать одному человеку. И тем более уже семье, либо паре. Кто такой мужчина-нищеброд в данном случае? Это когда мужчина зарабатывает столько мало, и при этом он обвиняет других, что я зарабатываю мало, и в этом виноват. Президент, депутаты, погода, ситуация в стране, родители, начальник, подчиненные. То есть у него кто-то виноват. Это значит, он перекладывает ответственность в моем результате, за мой результат ответственный кто-то. Это пример нищеброда. Пример не нищеброда – это когда я зарабатываю мало, я понимаю, что это моя ответственность, я понимаю, что только я за это ответственный, и президент, депутаты, погода, выборы в какой-то стране, противоположный пол к этому отношения не имеют. Я зарабатываю вот столько, да, для меня это мало, либо для меня это достаточно, но это мой выбор, я на это соглашаюсь. Вот это мой выбор. Вот это пример нищеброда. В чем здесь отличие? Очевидное. Этот человек, который, у него есть какой-то факт, и он в этом факте никого не обвиняет. Он не ищет виноватых. То есть он за этот факт понимает, что это его собственная ответственность, и только его. Да, можно больше, для этого нужно больше работать, больше стараться там в чем-то развиваться, но я не хочу. Я выбираю вот это. Это пример нищеброда. То есть понимаете, да? И у того и того одинаковый уровень зарплаты, одинаковый уровень денег, одинаково маленький уровень денег. Но один обвиняет кого-то, а другой считает, что он ответственный. И вот это первый признак нищебродства или же ненищебродства. И то же самое можно привести примеры касательно женщин. Да, женщины такие же есть. И женщины, которые, у них есть факты в жизни, и они понимают, что это я как-то это создаю в жизни. А есть женщины, которые обвиняют всех вокруг. Вот те, кто обвиняют всех вокруг, это нищебродство. По моему субъективному мнению. Да, и при этом у меня нет цели кого-то обидеть. Это мой термин, который я использую. И с помощью этого видео я хочу вам объяснить, кто такой мужчина нищеброд. И вы уже сами сдаёте себе вопрос, вот есть мужчина, 300 долларов зарабатывает. Да. И вот так относятся к своей ситуации. Подходит вам или нет? По пути он с этим мужчиной или нет? Следующее, кого я считаю мужчиной, мужчину нищебродом, это тот мужчина, который считает, что за финансовое обеспечение отношений или семьи, и семьи, или семьи, ответственны и женщины, и мужчины 50 на 50. И при этом ещё он предъявляет женщине претензии. Почему она недовольна? Почему она не сексуальна? Почему она ему не готовит? Почему дома не всё чистенько, убранненько? В доме зачастую, в котором он живёт в её квартире, либо в её доме. То есть в финансах он хочет 50 на 50, либо что ещё хуже, у него депрессия, а женщина зарабатывает. И ещё, пожалуйста, женщина, следи за детьми, будь, пожалуйста, в хорошем настроении, давай мне секс по моему запросу, когда мне хочется, да? Дома, чтобы было чистенько, а в денюжках мы в лучшем случае 50 на 50. Вы меня простите, но не могу я этого человека назвать мужчиной. Это нищеброд. При этом, кто в данном случае не нищеброд? Например, если мужчина понимает, говорит, я за 50 на 50, но я за реальные 50 на 50. Это моя позиция. Но при этом детей мы разделяем пополам, да? Ты воспитываешь, я воспитываю. Дом мы убираем пополам, да? Там жильё оплачиваем мы пополам. То есть у нас реальный 50 на 50. Меня эта позиция устраивает как мужчину, тебя как женщину это устраивает, мы друг другу пожали руки. То есть если это 50 на 50, но это плюс-минус 50 на 50, а не по факту, ну как, 30 на 70, либо 20 на 80. И если это женщину устраивает, мужчину устраивает, я тогда не считаю этого мужчину нищимродом. Он за реальные 50 на 50, он никого не хитрит, никого не обманут, он открыто озвучивает свою позицию, и под свою позицию он подписывает некое такое соглашение, жмёт руки с той женщиной, которая это полностью устраивает. Следующий признак – это то, как мужчина относится к более успешным людям, к более благополучным людям, к более успешным мужчинам, к более, что ли, благополучным женщинам. Его отношения. Приведу пример. Например, отчим, мой отчим, с которым я был в детстве, да, я помню, как он выглядывал из окна, и у нас был сосед. И он ненавидел этого соседа. Вот ненавидел он его. Он его, знаете, из окна, вот мне на ухо критиковал его, что он такой плохой человек, что он какой-то ужасный и так далее. Хотя мой отец с ним тесно не взаимодействовал. Точнее, отчим. И сейчас я понимаю, что это была просто зависть. Это просто была зависть, что этот мужчина успешен, этот мужчина благополучен, у него хороший дом, хорошая машина, хорошая семья, а у нас много этого не было. И мой отчим этому завидовал, и прям он ненавидел, по моим ощущениям, ненавидел и испытывал ненависть и презрение к более успешным людям. Хотя эти успешные люди, ну, точно ничего плохого моему отчиму не сделали, либо кому-то другому. И прецедентов, что это были плохие люди, ну, по крайней мере, я не видел и не знаю. И поэтому зачастую нищеброд, он вот так относится к людям, которые более благополучны. Зависть, презрение, ненависть и обесценивание. То есть, обесценивание их результата. А, он, наверное, своровал, а, наверное, у него богатые родители, а, наверное, ему просто повезло, а, наверное, он просто попал в тему. Обесценить более успешного человека, чтобы оправдать себя, почему у меня этого нет. Это поведение нищеброда. Также нищеброд может так обесценивать не только мужчин, но и женщин. То есть, он может видеть, например, женщина, которая едет на хорошей машине, красиво, ухоженно улыбается, а содержанка насосала, повезло, там, еще что-то, да, обесценивание. И также, не нищеброд, например, как он относится, как сказать, с уважением, ну, у человека получается, он больше трудится, у него больше там, ну, как-то больше старается, больше целеустремлен, поэтому у него больше результаты, как-то, может, лучше жизнь, нормально. То есть, он не то, чтобы снизу вверх или сверху вниз обесценивает, он на равных относится к результатам других людей, к их жизни, с уважением и пониманием, а не с целью обесценить. Также и женщины, да, нищебродства, которым, поведение нищебродства, она также относится к мужчинам более успешным, да, то есть, она пытается их обесценить внутри, что ему просто повезло, там, просто что-то это. И также к женщинам более благополучным относится с обесцениванием, с целью обесценить, ну, с таким намерением внутренним, да, а не с целью понять, о, есть вот такие люди, они живут как-то по-другому, о, интересно, любопытно, а как у них так получается, где они учатся, где они там получают знания, как они развиваются. Да, безусловно, есть люди, которые наворовали, безусловно, есть люди, которым повезло, безусловно, есть люди, которые выросли, там, уже благополучных семей, им как-то легче, но есть и много других людей, которые из деревень, из сел, которые из абсолютно неблагополучных условий своим трудом, самообразованием, обучением пришли к какой-то точке B, к какому-то благополучию и продолжают дальше расти. Следующий признак нищебродства, мужчин-нищебродов, это в их мышлении есть убеждение, что есть какой-то секрет, есть какая-то лазейка, есть какая-то тайна, есть какая-то фишка, есть какая-то темка, есть какая-то дверка, есть какой-то тайный ключ к какому-то тайному замку, где вот нужно просто разгадать вот эту тайну, найти или случайно, чтобы как-то сложились обстоятельства магическим образом, и тогда у меня будет лучше должность, и тогда я буду больше зарабатывать, и тогда я создам или у меня будет успешный бизнес, да, и они в фоновом режиме ожидают эту темку, то есть им кажется, что успех и благополучие это просто точка, в которую нужно попасть каким-то образом, а там все само собой как-то будет, да, либо какую-то должность в каком-то теплом местечке, и мужчины с другим мышлением, они понимают, что, с нормальным мышлением, что успех, благополучие, это не какая-то точка, это в принципе путь, это бесконечный путь, по которому я выбираю или не выбираю идти, здесь нет какой-то лазейки, какого-то секрета, какие-то фишек, главная фишка это труд, главная фишка это постоянно трудиться, стремиться к большему, учиться, брать на себя больше ответственности, идти вперед, и знаете, такая есть фраза везет тому, кто везет, да, удача сопутствует тому, кто действует, и конечно же, если я действую, если я иду вперед, я уже знаю какие-то фишки, я уже знаю какие-то секретики я уже знаю какие-то надстройки но сами сами по себе фишки надстройки они не работают без фундамента это ежедневного труда или знаете как есть в спорте бодибилдеры да мбд а химик он химию используют химик наверное да наверное они используют препараты но только если я начну просто использовать эти препараты со мной ничего не будет почему потому что нет этого фундамента этого труда над этой горой мышц чтобы создать и поддерживать да которые делают эти спортсмены и уже там добавить какой-то химии и тогда это будет еще лучше но сама по себе химия она наверное ничего бы не сделала вот то же самое и в труде до в то же самое в достижении благополучия фундамент это труд и нищеброд конечно же он хочет многого но он не готов трудиться он не готов прикладывать к этому усилие и и не прикладывать к этому усилии и это конечно же тоже по моему мнению мышление ну какое мышление нищебродством также и женщина и кажется что чтобы были классные отношения нужно просто встретить классного мужчину, или вот у нее там прекрасные отношения, просто потому что ей повезло, она оказалась в нужном месте в нужное время. Безусловно, есть элемент везения, но все мы же понимаем статистику, сколько людей действительно выигрывают лотерею, либо происходят какие-то случайные случаи. И если у кого-то, у вашей подружки или у знакомого что-то случайное произошло, это же не значит, что мы это можем повторить, правда же? Случайность, она неповторяема, случайность – она на то и случайность. И завершающий пункт – мужчина может становиться успешней и благополучней, мужественней, сильнее, удачливей при условии, когда он берет на себя больше ответственности, все больше и больше ответственности. Что это значит? Например, я работаю менеджером среднего звена, и я там руководитель какого-то отдела в компании, и у меня в подчинении три человека. И когда я для себя внутри решил, я хочу большего. И я понимаю, что больше – это больше ответственности. Тогда я прихожу к директору, к руководителю и говорю, смотри, я сейчас в руку живу этими людьми, я хочу больше. Я бы хотел большего. Я понимаю, я бы хотел перейти там на уровень выше, да, и обсудить с руководителем вашим, его директором, как это можно сделать. Поймите, пожалуйста, и чем больше ответственности я готов идти, чем больше ответственности я готов нести на своих плечах, а это труд, сложно, это стрессы, тем быстрее я могу расти. Понимаете? Либо есть второй тип людей, которые избегают ответственности. Что значит? Я хочу большего, но при этом, пожалуйста, не грузите меня ответственностью. Я хочу больше иметь, но при этом ответственность нести большую я не готов. Вот это нищебродство. А что не нищебродство? Когда мужчина говорит, я не хочу большего, и я не хочу нести больше ответственности, это нормально, это вариант. Это не нищебродство, это честный диалог с собой, да, честный монолог, диалог с собой. Поэтому успех, благополучие, движение к большему – это взятие на себя большей ответственности. И как вы уже могли услышать, между строк пунктов, которые я озвучиваю, очень важна, знаете, честность с собой. И важный пункт, действительно завершающий для этого видео, это не все признаки нищеброда, да, у нас есть отдельные бесплатные вебинары, мужчины, честная инструкция, там целые вебинары я объясняю про нищебродов еще более детально, подробно. Там куча, 6 вебинаров бесплатных по 2 часа, очень ценная полезная информация, рекомендую прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь. Но важный пункт, вот вы наверное заметили, что преуспевающие люди, они честны с собой, и они способны себе признаваться в своих недостатках. Да, здесь я не идеален, да, это мой минус, да, вот это моя слабая сторона, а вот это сильная сторона, да, вот это я не умею, а это я могу, да, здесь я ошибся, да, над этим мне стоит поработать. И вы наверное тоже замечали, что мужчины преуспевающие, они не приукрашивают себя, они наоборот честны и даже в какой-то степени скромны в каких-то областях. А мужчины нищеброды как себя ведут? Они вряд ли когда-то себе признаются в своей слабости, они боятся быть уязвимыми, они считают себя, что они самые правильные, самые умные, что они не видят в себе недостатков, они никогда не признаются, что где-то я был неправ. А вот тут, вот это моя слабая сторона, да, они считают, что у них вот важно быть с правильным, сохраненным лицом, что я молодец. Это тоже явный признак, как можно отличить мужчину нищеброда от нормального. Потому что невозможен рост без признания себе в чем-то, где мы недоработали, в своих каких-то минусах, в своих слабых сторонах. Это, кстати, тоже касается и женщин. Какие женщины преуспевают? В жизни, в отношениях, в делах, которые способны себе признаться в своих минусах. Потому что если я не способен признаться в своих, сам себе в своих минусах, тогда я не могу, я это никогда не изменю. Правда же? Потому что я отрицаю это. А если я признаю себя, тогда я способен это изменить. Это касается и мужчин, и женщин. Если вам подробнее важно разобраться в теме психологии отношений, психологии мужчин, психологии семейных отношений, как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, как создавать по-настоящему счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11, тогда прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь бесплатно на вебинары «Мужчина. Честная инструкция по применению». Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и пишите в комментариях, как вам это видео. «Мужчина». Продолжение следует...